Всем привет! На выходных состоялся поединок Кроуфорда со Спенсом. Очень показательный поединок. Как я и говорил в своих эфирах, давал прогноз, что Кроуфорд победит. Единственное, что не ожидал я, что это будет настолько просто с его стороны. С другой стороны, стоит отдать Спенсу должное. Он сражался до последнего, выложился на 110%, действительно показал все, что мог. Поэтому, вероятно, все-таки длительный простой, авария и прочее, прочее, прочее. Сказалось на его физической форме. Кроуфорд же показался во всей красе великолепный тайминг, чувство времени и контроль ситуации. О чем я постоянно говорю и на стримах, и говорю своим ученикам. Решают не комбинации, решает даже не техническая оснащенность. Решает именно контроль. Контроль дистанции, контроль времени. Четкий выбор момента, когда ты действуешь, а не то, какие волшебные комбинации у тебя есть в арсенале. И сегодня мы рассмотрим те самые простые элементы, которые использовал Кроуфорд, именно отправляя Спенсу в нокдаун. Казалось бы, невероятно простые вещи, но которые следует изучить и отработать. Учитывая, что это был поединок двух левшей, не будем заморачиваться на правой и левой руке. Будем заморачиваться именно с сильнейшей и передней, чтобы было понятно. Потому что все эти технические элементы работают как для правшей, так и для левшей. Второй раунд. Первый нокдаун. Что сделал Кроуфорд? Он сделал контратакующий прямой удар с сильнейшей руки и затем добавил жесткий, мощный джеб передней рукой. Вообще джеб Кроуфорда это отдельная тема. Он у него просто великолепный. В этом поединке он работал джебом максимально жестко. И вот эта обратная двойка, она достаточно часто им использовалась и достаточно эффективна. Поэтому в некоторых тактических вариантах все-таки стоит идти против классики. Когда нас приучают, что передняя рука отвлекающая, а сильнейшая бьет акцентно. Обратная двойка тоже имеет место быть. Тем более этот технический элемент достаточно часто использует Тайсон Фюрид. Достаточно часто использовал Мухаммед Алия. И в общем-то рекомендую к отработке. Жесткий прямой с сильнейшей рукой и без паузы сразу же силовой акцентный джеб. Второй нокдаун. Седьмой раунд. Спенс, чувствуя, что проигрывает бой, решил реабилитироваться и решил навязать жесткую рубку. И этот момент Кроуфорд очень четко просчитал. Как часто я говорил, когда вы идете вперед, идете в атаку с опущенной головой, правило, что у вас одна рука бьет, вторая страхует, оно не работает. То есть пока у вас один удар возвращается, второй наносит удар. И вот между этими ударами у вас в любом случае образуется дыра в обороне. Именно этим моментом Кроуфорд и воспользовался. То есть он отдал инициативу, сам себя поставил к канатам, практически из фронтальной позиции, провел одиночный встречный апперкот с правой руки. Причем, что интересно, он сделал это не из крауч позиции, а практически из ровной стойки, с достаточно большим замахом, но очень быстро. То есть еще раз, скорость определяет скорость и просчитанный момент. Если соперник идет вперед с опущенной головой, достаточно сделать простое четкое движение. Вообще, чем мне нравится Кроуфорд, он очень вовремя использует достаточно простые, но не всегда стандартные в этих ситуациях вещи. То есть обратная двойка, нокдаун одиночным апперкотом. Интересно, не правда ли? Третий нокдаун – сдвоенный крюк передней рукой. То есть что сделал Кроуфорд? Он сбросил боковой удар передней рукой, немного не попал, удар пришелся пониже в область плеча. Он увидел, что Кроуфорд будет перехватывать инициативу и просто сразу же добавил второй удар. Обратите внимание, если по классике мы учим удар, уклон, удар, Кроуфорд это делает практически без заведения плеча. Опять-таки, фокусируясь на скорости. Такие движения тоже следует отрабатывать. То есть это не тоннажный, это хлесткий удар, грамотно, вовремя зажимать кулак и делать все на ускорении руки. Ну и девятый раунд – добивание. Тоже интересный элемент. Кроуфорд принял на блок боковой удар соперника и пошел не по школе. То есть чаще нас учат, если я защищаюсь левой рукой, отвечать я буду правой рукой. И наоборот. Кроуфорд сделал простую вещь. То есть он сделал подставку передней рукой и сразу же ей ответил боковым ударом. Это очень эффективная штука, потому что пока ваш оппонент будет возвращать эту руку к подбородку, вы его опередите. В парах этот элемент тоже достаточно просто нарабатывается. Принимаем удар. Как только почувствовали на подставке удар соперника, сразу этой же рукой наносим боковой ответник. Подставка. Ответ. Обратите внимание, что в добивании он тоже не мудрил. То есть выбрал ногами нужную дистанцию и двойкой размашистых боковых. Он просто забил Спенса двойками из боковых ударов. То есть и бил их до тех пор. И думаю, останавливаться он не особо-то хотел, пока рефери не остановил поединок. Еще одно доказательство того, что бить размашисто, мощно и без суеты нужно уметь. Поставили ноги в жесткую позицию. Уклонились. Вернули. И спокойно, четко разбиваем хотя бы мешок. Я уже предвкушаю комментарии, что надо было сделать в резке боя. Ребят, во-первых, я не монтажер и я не оператор. То есть все это снимается на фронтальную камеру телефона с обыкновенного штатива. Монтировать видео я вообще ненавижу и делаю это максимально просто, скажем так, по-колхозному. Поэтому сделайте поправку на то, что я больше не блогер. Я прежде всего тренер и моя задача не создать вам красивый видеоряд, а показать и объяснить те или иные технические элементы. Поделиться с вами своим опытом и своими наблюдениями. И вообще, касательно врезок. Перестаньте быть лениво жопами. Смотрите поединки. Тот, кто видел бой, прекрасно понял, о чем я сейчас объясню. Кто не видел бой, возьмите и посмотрите. Потому что на одних врезках и нарезках вы ни хрена не поймете в ситуации. Бои надо смотреть целиком. Это очень важный элемент вашего обучения. Ну и в завершение напоминаю об онлайн-школе. У нас пошел четвертый месяц обучения, четвертый тренировочный цикл, который мы целиком и полностью посвятили акцентному жесткому удару. То есть первый месяц у нас прорабатывалась базовая, скажем так, техника и комбинаторика. Второй месяц мы посвятили скорости, третий месяц мы работали над общей и специальной выносливостью. И четвертый месяц мы дошли, я бы даже сказал, докатились до жесткой акцентной атаки. То есть весь этот месяц мы прорабатываем нокаутирующий удар. И, кстати, кто подключается сейчас, имеет доступ ко всем ранее опубликованным материалам. Поэтому кому интересно заниматься с вами онлайн, пишем в Telegram, ссылочка закреплена. Ну, если видео тебе понравилось, поставь лайк, подпишись и напиши какой-нибудь приятный комментарий. А на этом я с вами прощаюсь. Всех обнял, приподнял, покружил, поставил на место. И до скорых встреч.